Всем привет дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию обзор на часы японской компании Bulo. Модель-новинка, недавно я с ней познакомился. Поставляется в черную картонную коробочку. Вот такая вот красота у нас сегодня на обзоре. Механические часы в скелетонизированном корпусе. 43-миллиметровый корпус без заводного ключа и защитных ушек. Минеральным стеклом заподлицо. Задняя крышка также прозрачная. Скелетонирование полное. Видна моя рука, видите, сзади. Внутри по механизму здесь установлен механизм компании Miota. То есть механизмы от Citizen. Ну как и в общем вся булова принадлежит теперь Citizen. 21 камень. Приоткрываются детали хода как сзади, так и спереди. Хотя часы в целом-то классические, но такие вот акценты, как небесного что ли цвета, римская индикация, скелетонирование и вообще декор, они, конечно, несколько расслабляют. Поэтому такие часы, думаю, спокойно можно носить и под стиль casual, любые там джинсы и все остальное. Пятерядный, пятерядного плетения, браслет с комбинированными, матированными и полированными звеньями. Застежка здесь, бабочка с двумя пушерами по бокам, которые открываются только по нажатию именно двух пушеров, иначе нет. Сам корпус, да как и все полностью часы изготовлены из стали, корпус в полировке. Полный дозеркального блеска, смотрится свежо, красиво, но только пока они идеально новые. Стрелки с люмом. Люм достаточно контрастный. Проверял в темное время суток. Это вот так вот заметен на стрелках. По части манипуляций с часами здесь все более просто. Здесь только можно наводить стрелки. И все. Даты в этих часах не предусмотрены ввиду их. Такого достаточно нагроможденного циферблата. Нагроможденного в дизайнерском плане, имею ввиду. Пожалуй, примере. Я же говорю, модель-новинка смотрится достаточно самобытно. Так вот смотрится сзади. Незаметен переход. Будто браслет именно ювелирный. Вот в таком вот исполнении часы. Не сказать, что маленькие. 43 миллиметра в принципе немного, но за счет удлинений из-за водного ключа, выпирающего с ушками, то такие немаленькие часы скажу. Водозащита в данной модели 100 метров. Учитывая, что это японец, 100 метров, это серьезный показатель. Воды в принципе не боятся. Вплоть до купания в бассейне или даже в море. Поверхностного, конечно же. Ну что ж, по большому счету это все. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Всегда рад ответить на них. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok